Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Продолжаем говорить об идентичности. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о трех формах идентичности, которые существуют. Первая – это так называемая легитимная идентичность, вторая – это сопротивляющая идентичность и третья – это проецирующая, проектирующая идентичность. Давайте поговорим немного о том, что такое легитимная идентичность. Легитимная идентичность – это то, что, наверное, исповедует подавляющее большинство людей. Это идентичность комфорта. Другими словами, это когда ты абсолютно соглашаешься с тем, что тебе диктуют люди, сообщества, обстоятельства и так далее. Например, очень простая. Я родился в Белоруссии, я белорус. Вот у меня есть одна такая, знаете, не то что обидка, но какое-то непонимание, когда люди узнают, что я родился в Казахстане, они говорят – так ты же казах. Подождите, друзья, если Иисус родился в вертепе, где живут овцы, то это совершенно не значит, что он баран. Если человек родился в роддоме, это не значит, что он врач или санитарка. Мы соглашаемся с той идентичностью, которую нам навязывают люди, которые говорят – да нет, из тебя ничего путного не вырастет, ты лузер. И люди соглашаются, они говорят – да, конечно. Или, знаете, к вам приходят и говорят – ты никогда не будешь бизнесменом. И ты где-то посмотрел, внутри у тебя живет некая неуверенность, у тебя нет такой нахрапистости, как у тех людей, которых ты привык понимать, что это бизнесмены и это их черта. И ты соглашаешься, говоришь – да, да, я, наверное, не бизнесмен. Вот это есть легитимная идентичность, когда ты принимаешь то, что тебе навязывает общество. Сопротивляющаяся идентичность – это когда ты контр-идентичный, ты не соглашаешься, во-первых, ты борешься с этим, ты говоришь – нет, я не такой, я не лох, я не буду с этим соглашаться. И вот эти бунтари – это полезные люди, которые, знаете, вот это болото легитимности постоянно будоражат, и люди понимают, что не все так просто, как нам кажется. Это люди, сопротивляющиеся идентичностью. Они не прогибаются под обстоятельства, они не хотят даже этого делать. Это люди, которые не согласны с теми ярлыками, которые на них навешивают. Это люди, которые самостоятельно хотят понять, кто они. Это люди, которые будут твердо стоять в той позиции идентичности, которую приняли. Есть третье. Очень небольшая, меньше одного процента людей – это люди, проектирующие новые идентичности. Это люди, которые… Я в прошлых программах говорил о том, что мы живем в миксе культур, в огромном числе различного рода идентичностей, социальных течений, движений. Это люди, которые создают новые идентичности, где ты уже не белорус, не немец, не поляк, ты, например, европеец. Сегодня одно из мощных молодежных движений «Я европеец». Люди, создающие новое понимание в отношении экологии и так далее, и так далее, и так далее, в разного рода идентичностях. Либо это те люди, которые видят, что сегодня размылась, например, половая идентичность, когда мужчина – это уже не мужчина, а там есть, я вам говорил, тысяча гендеров. Он говорит, нет, есть мужчина и есть женщина. И он это утверждает. Это вот те люди, которые либо восстанавливают те старые понимания идентичности, либо формируют и проектируют новые. Это новаторы, смелые и очень сильные лидеры, которые помогают обществу более успешно приспособиться к постоянно меняющемуся миру. Субтитры создавал DimaTorzok